Продолжаем выпуск. Глава государства в ходе поездки в Ташкентскую область, а именно в Ченасский район, подчеркнул необходимость экономного и эффективного использования воды, ведение его точного учета. Все эти вопросы отражены концепцией развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы, в соответствии с которой была принята трехлетняя стратегия управления водными ресурсами развития ирригационного сектора. В целях обеспечения выполнения поставленных задач организованы семинары. К ним подключились представители Министерства водного хозяйства, хакимиятов, руководители кластеров. Мероприятие, состоявшееся в Ченасском районе столичной области, было посвящено обсуждению вопросов рационального использования водных ресурсов, широкого применения энергосберегающих технологий. Представителями Министерства водного хозяйства была также дана подробная информация о проектах капельного орошения. О реализуемых в сфере работах рассказали на примере села Янги-Абатчина Асква района. Как отмечалось, построено три водохранилища, общая емкостью 202 тысячи кубометров. Широко используется метод капельного орошения, что позволяет достигать хороших результатов. В 2021 году в нашем районе запланирована экономия 55 миллионов кубометров воды. Всё это за счёт применения водосберегающих технологий, исправления ирогационных сетей, широкого внедрения лазерной планировки земель. На семинаре были подробно обсуждены вопросы, касаемые применения передовых опытов в данном направлении. В ходе семинара неоднократно подчёркивалось о необходимости в сельском хозяйстве внедрения инновационных разработок, играющих важную роль в экономии водных ресурсов и увеличении эффективности минеральных удобрений. По завершению мероприятия был разработан план работ на ближайшее будущее, направленный на реализацию совместных проектов по развитию сельского хозяйства в регионе. Вопросам развития рыбоводства был посвящён семинар, организованный в Куйчерчевском районе. Был рассмотрен ряд вопросов, связанных с использованием интенсивных технологий для развития данной отрасли. На мероприятии, в котором приняли участие представители рыбоводческих хозяйств, заводов по производству комбикормов и специалисты региона, была представлена подробная информация о проводимой сфере работе. Рассмотренный потенциал Куйчерчевского района, где на сегодняшний день насчитывается 102 рыбоводческих хозяйства и два кластера. Более 3,5 тысяч гектаров прудов используются для разведения рыбы. На семинаре состоялся обмен мнениями не только об эффективном использовании интенсивных технологий, но и о биологических нормах, гармонизации практического опыта с научными взглядами. Предпринимателям, занимающимся рыболодством, рассказали также о создаваемых возможностях, налоговых льготах и способах внедрения современных технологий. Специфика почвенно-климатических условий нашей страны, в особенности благоприятные условия для сельхозкультур во все четыре сезона, наряду с возможностью получения богатых и качественных урожаев плодовощной и бахчевой продукции, существенно влияет на развитие экономики. Виноград – одна из таких культур благодатной земли. Не случайно государством особое внимание уделяется дальнейшему развитию виноградерства, внедрению новых технологий орошения. И, конечно же, эти усилия, как результат, отражаются в высоком КПД. На 2020-2021 годы для расширения масштабов промышленных виноградников выделяется 40 миллиардов сумм субсидий. Это важный шаг для развития отрасли, было подчеркнуто на освещании. Важно отметить, профильное агентство проводит подобные семинары не только во всех областях республики, но и в самых отдаленных районах. Цель – создание, разведение и исследование качественных и перспективных сортов винограда с высокими агробиологическими и технологическими характеристиками. Дальнейшее укрепление сотрудничества с научно-исследовательскими институтами, специализирующимися на развитии виноградерства. Самое главное, чтобы те, кто интересуется этой отраслью, были досконально ознакомлены с передовой практикой виноградерства. В нашей стране также уделяется серьезное внимание вопросу рационального использования земельных и водных ресурсов путем создания интенсивных садов. В частности, внедрение виноградерства экономичных технологий, особенно капельного орошения и других передовых агротехнологий и практик, что также дает свои результаты. Как было отмечено на совещании, главой нашего государства дано поручение по созданию в Ташкентской области новых виноградников на площади 10 тысяч гектаров. В ходе семинара специалистами отрасли были даны практические указания о том, на что в первую очередь следует обратить внимание в садоводстве, о плодородии и почве, о выборе сортов, о том, как правильно сажать и ухаживать за виноградом.